Инвалиду первой группы Михаилу Черешневу всего 49 лет, а он уже перенес три инсульта. В последнее время у Михаила сильно болят уши, бежит гной, начались головные боли. Жена Алла с октября 2012 года пытается вызвать на дом лор врача. Участковый приходит, а узкий специалист не идет, ссылаясь на занятость. К нам пришел врач домой, который едет в УЗВА. У нас своего врача как бы нету. Мы вызвали дежурного врача. Она нам сказала, я скажу в больнице врачам, как бы приедут. Звоним снова, она говорит, нанимайте машину, езжайте. Она когда поедет в Зверень, тогда заедет. Это было в октябре месяце. Передвигаться Михаил не может, потому что парализована левая сторона тела. Высокий сахар в крови, 18,8, тоже бьет по ногам. Самому до больницы ни за что не добраться. Такси вызывать накладно. Пенсия инвалида не так велика, 9,200. А ушная боль между тем стала невыносимой. Мужчина не выходил на улицу с весны прошлого года. Долго ждал инвалидную коляску. Получил. Жена с огромным трудом пересаживает в нее мужа. Казалось бы, есть коляска, нет проблем. Разъезжай где хочешь. Но и она жизнь не облегчает по ряду обстоятельств. Михаилу Черешневу не то, что трудно сесть в машину. Ему даже невозможно выехать из квартиры. Коридоры в наших домах слишком узкие. Врач Ухагурлонос Марина Гелева говорит, приходит ко всем, кто не может своими ногами дойти до больницы. Заминка произошла не на ее уровне. Возможно, часто меняющиеся терапевты на участке не передавали информацию один другому, что человеку нужна помощь отоларинголога. К нам вообще никто никогда не подходил. Во-первых, мы работаем же через... У нас же ответственный человек есть за это. Она приходит и говорит, есть вызов. Это по такому-то адресу. Поедете, конечно, адрес записываем, карточку привозим. Во-первых, к нам никто и не подходил сюда абсолютно. У нас такого вообще нет. Так что это выдумка. Сейчас можно все, что угодно наговорить. Этот крепкий некогда человек Михаил Черешнев работал нефтяником, был десантником, служил в Германии, в Лейпциге. Лишь грамоты и медали к профессиональному празднику напоминают ему о былом здоровья. Теперь знает, как лечить уши. Врач после общения с журналистами сразу пришла, оказала помощь. Больной и медик даже подружились. И тот, и другой любят собак породы чау-чау. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.